Пожалуйста, возьмите, у меня аж прекрасный, готовился к школе. И мне директриса говорит, нет, я, говорит, его в первый класс не возьму. Вот как жестко природа тут пошутила над мальчиками. Нет, не может быть. Ну ты что, ну у нас здоровый абсолютно мальчик, с чего ты взяла? Папа маме задает вопрос, а не только папа. Ты мне кого воспитала? Это что вообще такое? Почему он не умеет себя вести? Я когда слышу такие вещи, у меня просто вырастают, не знаю, крылья, не очень большие, но вырастают. Здоровые дети с энергией на переменах, все мы помним, как это происходит. Да, затопчут слона. Это была просто полная мгла впереди и безнадежность. Вот он момент, когда я должна войти в класс с разговором о том, что... Со шваброй. Всем привет! Мы продолжаем наши интересные и, я уверен, очень полезные беседы с прекрасными людьми. Нередко так бывает, что людей в благотворительность приводит собственная история жизни. Так произошло вот с этими двумя очаровательными девушками, которые сегодня у меня в студии, Оля и Татьяна Гремяковы. И таким событием, к сожалению, к сожалению, можно так сказать, стала болезнь сына и внука Гордея. Татьяна Гремякова, врач-биохимик, доктор медицинских наук, начальник детского высокотехнологичного нейромышечного центра больницы управления делами президента, президент и медицинский директор благотворительного фонда Гордей. Ольга Гремякова, психолог, обладательница двух красных дипломов, стипендиат Оксфордского университета, учредитель благотворительного фонда Гордей. Оля, я знаю, что вы заметили, что с сыном что-то не так, и когда и как Гордею поставили вот этот диагноз? Вся эта история на моих глазах разворачивалась достаточно мягко, вкратчиво и постепенно. И с самого начала Гордей отличался от других младенцев. Он был чрезвычайно беспокойным, очень таким избирательным в контактах, возбудимым. Ну а потом, да, чуть позже сел, чуть позже пополз, чуть позже пошел. Не прыгает на двух ногах, постоянно падает навзничь, значит, ударяется головой. И это ежедневная абсолютно история. И это продолжалось первые четыре года жизни Гордея. Мы, в общем, утешали себя привычным таким нашим мифом. Он же мальчик. Он перерастет. Да, перерастет. Вот это ужасное слово. Самое, пожалуй, вредное в этой всей истории раннего выявления каких-то недугов. При этом абсолютную такую внешнюю атлетичность ребенка, мышцы, рельефные, пресс, плечи, бедра, голени, все. Он был маленьким Аполлоном. И вот таким, значит, способом мы приговариваем. Он же мальчик, он перерастет. Так выглядит здоровье, болезнь выглядит по-другому. Мы, значит, дочепеляли до четырех с половиной лет Гордея. Да, да. А потом, когда мне позвонила Оля, и она меня спрашивает, мама, ты знаешь, что такое миодистрофия душевная? Я говорю, Оль, конечно, я знаю. Ну, да, мы конференцию провели. Она говорит, а как ты думаешь вот у Гордея? Я говорю, нет, не может быть. Ну, ты что, ну, у нас здоровый абсолютно мальчик, с чего ты взяла? Она говорит, мама, у нас КФК 23 тысячи. Креатин фосфокиназа. Креатин фосфокиназа – это маркер, маркер разрушения мышц. То есть это фермент энергетический, который обеспечивает работу мышц, но когда здоровые мышцы. А когда нет дистрофина вот этого белка, а миодистрофия душевная – это как раз то заболевание, когда генетически нет белка. Дистрофина – это тот белок, который амортизирует мышцы, чтобы они не разрушались во время сокращения и растяжения. Вот этого белка нет. Но это еще не диагноз. Нужно обязательно сделать генетический анализ, потому что надо точно знать, какая генетическая мутация, какой тип мутации и где она расположена для того, чтобы иметь возможность подобрать ребенку лечение, которое есть на настоящий момент. Персонализированная, таргетная генотерапия. Для этого обязательно нужно знать, вот именно какая мутация у этого ребенка. Про лечение как раз вопрос. Это неизлечимое заболевание? Есть лекарства, есть панацея? Конечно, если сравнить то, что было три года назад, четыре года назад, когда мы только узнали, что у Гордея вот это заболевание, вы знаете, это была просто полная мгла впереди и безнадежность. Ты понимал, что ничего нет, ничего не помогает. Сейчас мы знаем, что, во-первых, есть лекарственная терапия для некоторых групп заболеваний. Второе, есть много клинических исследований перспективных, которые используют другие мишени, которые разрабатывают другие подходы уже универсально. Это и малые молекулы, и вот генотерапия с помощью микродистрофина. И кроме того, есть данные уже о том, как можно сохранить функциональность детей так, чтобы замедлить течение заболевания, и чтобы как можно дольше ребенок сохранил свои мышцы, чтобы он мог ходить, чтобы у него не развивались инвалидизирующие осложнения, то есть изменить траекторию заболевания. Ну и плюс, конечно, технологические вещи, которые сейчас есть, это и поддержка сердца, и это и респираторная поддержка. Все это совершенно изменило ход течения заболевания. Если раньше в естественной истории заболевания, скажем, дети уходили от 10 до 15, редко доживали до 18 лет, то сейчас, все-таки сейчас уже за 20, за 30 и даже за 40 лет это уже считается нормально, и мы можем достаточно уверенно смотреть в будущее. Это действительно очень здорово, это вот я когда слышу такие вещи, у меня просто вырастают, не знаю, крылья, они очень большие, но вырастают, потому что это потрясающе, что наука такими бешеными темпами, вы говорите, просто 4 года еще назад это была тьма и ужас, это какое-то волшебство современное, современная сказка, я бы сказал, с хорошим концом. Да. Да, скажите мне, вы создали фонд Гордей, да, красивое название, вообще очень красивое имя, мне очень нравится, Гордей, это очень красиво. Чем этот, это не единственный фонд, который занимается миодистрофией Дюшена, чем ваш фонд отличается от других, основная его направленность, основной его, как бы, его мишень, как вы сказали, да. Расскажите. Мы не оказываем адресной помощи детям, в отличие от наших коллег, речь идет о механизмах, которыми потом смогут пользоваться все, и в этом смысле фонд Гордей маленький, и мы похожи на хаб. Мы просто стыкуем всех ключевых игроков, это и врачи, федеральные эксперты, региональные специалисты, и родители пациентов, которые являются их законными представителями, и другие пациентские организации, и фармацевтические компании. И наша задача сделать так, чтобы выиграли все, и чтобы в этом сотрудничестве родилась система помощи пациентам с миодистрофией Дюшена. Ну, отлично, это очень здорово. Но мы еще сейчас работаем над программой введения ранней диагностики в виде скрининга во время диспансеризации детей одного или трех лет, или неонатального скрининга. Почему это важно? Потому что это дает возможность, во-первых, рано увидеть ребенка, во-вторых, это дает возможность не причинить ему вред, а вовремя начать уход и начать лечение. Но что еще важно, это предупреждает рождение в семьях вторых и третьих детей с миодистрофией Дюшена. А таких семей у нас в стране, поверьте, достаточно много, потому что основной интервал рождения между детьми – это примерно три года. И если ребенку поставить, скажем, нашему Гордею, было 4,5 года, когда поставили диагноз, к этому времени у нас уже была Соня, и это наше благословение. А если был бы второй мальчик, а мама – носитель, то есть это мог бы быть второй ребенок с миодистрофией Дюшена, и это уже очень такая тяжелая ситуация. А как предотвратить? Например, делать ЭКО и проверять каждый эмбрион, и присаживать только здорово, таким образом помогать. Потрясающе. То есть мы оздоровляем семью, мы оздоровляем общество, мы снимаем нагрузку с медицины, а каждый лекарственный препарат сейчас на ребенка вот такого, вот с миодистрофией Дюшена, это просто лекарственный препарат, он стоит от 30 до 60 миллионов рублей в год, и его надо продолжать и продолжать и продолжать. Если мы работаем на предупреждение, то мы снимаем вот такую вот нагрузку с семьи и с нашего здравоохранения. Сонечка, иди к нам. Вот, смотрите, вот это... Это вот наша прекрасная Соня. Это наша благословение. Она родилась, когда мы еще не знали, что у Гордеи такое заболевание. И мы были счастливы, что родилась девочка. Это как с гемофилией, да? Это проявляется только у мальчиков. Такая вот болезнь. Вообще миодистрофия Дюшена, это до сих пор убийца номер один, генетический убийца номер один мальчиков. Вот так так. Вот как жестко природа тут пошутила над мальчиками. Так, ладно, Соня, давай мы тебя отправим смотреть дальше твои мультики. Давай, посмотри в камеру, чтобы мы все увидели, какая-то красивая у нас. Да. Поэтому нам нужен скрининг раннего возраста, в идеале неонатальный скрининг. Причем это скрининг просто по капле сухой крови. Слово скрининг объясни людям. Скрининг – это значит диагностика вот просто всех детей, которые рождаются. Он стоит копейки, но за счет того, что вы делаете вот такой вот тотальный диагностику, вы сразу видите этого мальчика, одного из пяти тысяч новорожденных. Это счастье, да, что можно поймать его в самом начале. Генетическое вот уже тестирование. Когда вот вы увидели этого ребенка, у которого высокий уровень вот этого фермента, тогда вы его одного из пяти тысяч, да, вот этих, вы тогда его на генетический тест, и вы уже точно подтверждаете, что это миодистрофия дюшена, определяете, какая мутация, какой вид мутации, и лекарственный препарат. И лечить. И ухаживать. Для начала ухаживать. Потому что, знаете, вот эти мальчики, они такие у нас, как ахиллы. У них проблемы с заболеванием начинаются с голеностопного сустава. Дело в том, что когда мышц становится меньше, то контрактуры затягивает голеностопный сустав, и ребенку становится тяжело ходить, у него формируются контрактуры, он становится на цыпочке, ему больно. И вот с этого начинается заболевание. Если родители прикладывают свои мышцы, становятся экзомышцы для ребенка, тогда ребенок будет ходить долго, тогда он не сядет в коляску рано, и это другое течение заболевания. Каким образом это делается? Вот, руками. В смысле? Каждый день я делаю, гордею, специальные растяжки. Примерно по 40 минут по часу на ночь. Плюс у него есть специальный такой статичный тренажер, уголок, на который он становится, чтобы растянуть ахилл. А, он тренирует голеностоп? Просто растягивает ахиллово сухожилие. И если каждый день ребенку делают растяжки, то в общем можно говорить о том, что мы дополнительно даем несколько лет самостоятельной ходьбы. Великолепно. В сочетании со всеми другими активностями. Великолепно. Да. Вот когда все это родители делают, это родители делают, да, они должны быть привержены к ребенку, и это каждодневная большая работа. Тогда вот эта генотерапия, как вишенка на торте, вот на этом торте, она будет очень эффективна. Ну да, это прям тяжелый труд, да. Нельзя пропускать ни один день, нельзя лениться. Сегодня я что-то себя плохо чувствую, я вчера переела, я вчера поздно легла. Все, да, это прям вот каждодневная работа. Оль, скажите, вот вы психолог, Гордей, фонд Гордей оказывает какую-то психологическую помощь? Конечно. Как правило, конечно, речь идет о мамах. Потому что весь эмоциональный труд по воспитанию особого ребенка, как правило, ложится на маму. И порой еще и папа уходит, когда понимает, что больной ребенок, это ужасно. Вот у нас это, конечно, в стране, ну я думаю, что это не только в стране, это, наверное, в мире такая. Это в мире. Такая, в общем, да. Здесь, знаете, смеодистрофия Дюшена, с одной стороны, такая китайская пытка каплями воды, когда ребенок медленно угасает с течением лет. И в тот момент, когда он должен расцвести, вот этот подростковый период, ребенок сначала садится в кресло, потом ему требуется респираторная поддержка, и вот это вот все, ты проживаешь, это, в общем, меняет родителя навсегда. Но и это еще не все. Отсутствие белка дистрофина, который приводит к миодистрофии Дюшена, оно, в общем, довольно небезобидно для мозга. И мы получаем на порядок, то есть в 10 раз чаще, аутизм, интеллектуальные нарушения, оппозиционно вызывающие расстройства, дисграфия, дислексия, дискалькуле. Есть даже такое понятие, как дюшеновский характер, такой вот едкий, несогласный, немножко такой оппозиционный, склонный к спорам, ссорам, отрицанию. И со всем этим мама оказывается один на один. И когда еще диагноз дюшен ребенку не поставили, в семьях в российских часто такая история, что папа маме задает вопрос, и не только папа, ты мне кого воспитала? Это что вообще такое? В общем, он не умеет себя вести. Кошмар. Чертонные скандалы. А она не виновата при этом. А она не виновата, потому что традиционные приемы воспитания, хорошие, которые работают с нейротипичными детьми, вроде Сони, они не всегда работают с гордеем, с тем же. И в этом смысле, конечно, мама оказывается абсолютно зажата в тиски. И в тот момент, когда еще ребенку ставят диагноз, это такой сокрушительный удар, после которого мамы не могут оправиться годами. О, Господи. Именно поэтому фонд Гордей фокусируется на психологической поддержке для мам. И не просто на психологической поддержке, но на группах поддержки, где, да, есть ведущие, но все другие участницы такие же, как я. Им так же больно, у них те же вопросы, они точно так же страдают, боятся будущего, ищут истории других родителей. И это целительно. Вообще исследования показывают, что если мы говорим о детях с такими достаточно тяжелыми диагнозами, тяжелыми прогнозами, то лучше всего, эффективнее всего психогигиена для родителей происходит именно в формате группы поддержки, где все такие же, как я. И вот это, конечно, основа. Слушайте, это, конечно, настолько здорово, что это сейчас происходит, что люди могут объединяться. Потому что я просто вспоминаю, когда мы с моей женой Наташей остались один на один с проблемой страшно больной ребенок, ДЦП, тетрады фало, операции на сердце и какое-то огромное количество заболеваний, мы были одни. Мы были одни, мы были замкнуты, мы не знали, как найти единомышленников, не знали, с кем поделиться, не знали, с кем как-то, я не знаю, поговорить об этом. И это такое счастье сейчас, что при развитии вот всех этих социальных сетей, в том числе, какого-то вот возможности объединяться в группы, это же здорово. Если ты можешь подержать за руку такого же, как ты, там, не знаю, поплакать, в конце концов, на плече друг у друга, это прекрасно. Посмеяться, поверьте, этого тоже много. Посмеяться, конечно, я же знаю прекрасно, что, конечно, смеяться тоже нужно, и это обязательно, это тоже как терапия. Вот что мне скажите, что сейчас происходит с Гордеем? Он прекрасен, он красив, он весел, он ходит в школу, да? 27 числа был выпускной из первого класса, да? Он закончил первый класс? Да, да. Что как в школе к нему? Буллинг, травля, косые взгляды, есть это? Уроки доброты. Сейчас все расскажем. Давайте. Это очень же важно, да? Да. Значит, во-первых, конечно, это была такая большая для меня штука, большой для меня вызов, чтобы Гордею спроектировать образовательный маршрут. Да, конечно. Потому что у нас около дома школа супербольшая, там 8 первых классов, дальше больше, и гигантское здание, и дети, которые, ну, здоровые дети, с энергией на переменах, все мы помним, как это происходит. Да, затопчут слона. Абсолютно. И я понимала, что мне для Гордея нужно другое пространство, маленький класс, и такая система образовательная, в которой педагог будет успевать вглядываться в конкретных детей и как-то это все вот разруливать, да, и видеть в них особенности, успешные качества, какие-то области развития. Я вот это прямо искала. Я нашла хорошую частную школу Белоснежка рядом с домом в Куркино и привела туда семилетнего Гордея два года назад. И говорю, пожалуйста, возьмите, у меня аж прекрасный, готовился к школе. И мне директриса говорит, нет. И я, говорит, его в первый класс не возьму. Я думаю, ну все, все. Вот стараешься, да, они выходят. И она говорит, вы знаете, я хочу, чтобы у Гордея все получилось. И я хочу, чтобы он первый класс прошел победителем. человеком, который справляется, осваивает материал, владеет какими-то инструментами построения отношений, потому что с этим как раз были нюансы. И она говорит, я его в первый класс не беру, но я его беру в нулевку. И за этот год мы сделаем все, чтобы у Гордея получилось с первой попытки, потому что на вторую попытку сил-то нет у ребенка. Как зовут директорису нашу? Евгения Яковлевна Першина. Евгения Яковлевна Першина. Вот вдруг увидите, вот спасибо вам огромное за то, что вы поняли, как работать с таким человеком. Вот прям респект. Это правда. Да. И Гордей пошел в нулевку. Конечно, дети не дураки. Они в течение первой недели... Дети не дураки. Вообще не раз. Вообще не раз. Они поняли, что человек-то отличается. Да. Он как-то и ростом поменьше, и какая-то вот такая походка. И что-то вот-вот-вот. И они стали это говорить вслух, задавать вопросы, проверять какие-то свои гипотезы. И я поняла, что да, вот он момент, когда я должна войти в класс с разговором. Да. О том, Со шваброй. Ну, почему он отличается? Почему он так другой? Хороший же вопрос. Да. Абсолютно нормальный, логичный вопрос, на который нужно дать ответ этим людям. Спокойно, честно, позитивно. И на том языке, который поймут семилетние дети, Евгения Яковлевна мне разрешила провести урок доброты. Я пришла, провела. Они там у меня и мультики смотрели, и, значит, в горнолыжных ботинках бегали из тафеты, чтобы понять, как, ну, Горди-то так медленно бегает. И, в общем, я хочу сказать, что вопросов поубавилось. Конечно, конфликты у него с детьми есть. Это нормально. И класс у него подобрался такой, что все, значит, заявкой на лидерство или на экспертизу. В этом смысле быстрого мира ждать не приходится. Но он справляется. Учителя справляются, дети справляются. И, в общем, в классе есть и друг, и один, и второй, и любовь. Тоже есть у Гордея. И любовь есть. И, господи, ура. Нормальная такая жизнь, да, вполне, как должно быть у человека 8 лет. Я бесконечно вам благодарен за то, что вы пришли, за то, что вы это рассказали, за то, что вы такие наполненные надеждой и уверенностью в том, что это будет, эта болезнь ужасная будет побеждена. Но если не до конца, ну, хотя бы жизнь этих ребят прекрасных будет продлена. Девушки, дайте мне руки, пожалуйста, свои. Вот такие прекрасные у меня сегодня были гости. Я надеюсь, что вы узнали очень много нового, дорогие мои друзья, и полезного. Я прям с огромным удовольствием держу эти чудесные руки. Вот. Я вам желаю счастья, любви, здоровья, всего самого прекрасного. И помните, мы вместе. скидем.